Встанем! Герои России останутся в наших сердцах до конца. Перед началом мероприятия участники просоединились к всероссийскому флэшмобу «Встанем!», а после торжественной части – обязательная разминка от мастера спорта по спортивной акробатике. Стоит отметить, что спортивный праздник прошел в рамках мероприятия российского движения детей и молодежи совместно с Комитетом физической культуры и спорта. Я считаю, что такие мероприятия проводить необходимо для сохранения той самой атмосферы дружбы, уважения в семье, чтобы мы понимали, что каждый из нас в семье – это член одной команды. Одним из главных событий спортивного праздника стала семейная эстафета, на которую заявились 9 команд. Давай, давай, давай! Давай, беги! С первой побежал! В финале командного забега участникам было необходимо собрать из бумажных букв слово «семья». Сын наш занимается в лёгкой атлетике, поэтому… Я тут не первый раз. Да, он здесь не первый раз, у него здесь проходят тренировки, как бы, и я смотрю, ему этот забег дался очень даже легко. Ну, а мы, поскольку взрослые, меньше занимаемся спортом в регулярной основе, нам было… Мы просто получили кайф от сегодняшнего забега. Также для участников действовали интерактивные площадки от волонтёров «Победы» местного отделения «Молодая гвардия», добровольцев «Тепло для солдата ЗЭД» и клуба «Молодых семей». А свою смекалку желающие могли проверить в проекте «Большие игры». Мы его не зацепили! Нам надо сначала, значит, красный? Нам надо сначала какой-нибудь. Давайте красный поставим наверх, на розык, ставим розык. Чтобы люди сплочались в команду и, ну, как бы, дружба происходила. Смысл был в том, чтобы достать мячик из короба, и у нас это, к сожалению, не получилось. Спортивный фестиваль «Семейная команда» стал отличной возможностью для жителей не только почувствовать единение, но и с пользой провести свой выходной. Все участники соревнования были отмечены дипломами. Алина Морозова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Семейная команда «Юганск».